МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Анна Семенова. Здравствуйте. Андрей Чесноков отчитался перед депутатами местного совета о работе своей и администрации. Этот вопрос стал основным в повестке дня. Но прежде чем приступить к нему, депутаты обсудили текущие дела. Подробности в нашем репортаже. Пожалуй, впервые заседание совета проходило на двух разных площадках. Первая часть традиционно в Большом зале администрации. Здесь депутаты утвердили предложение передать из областной собственности в муниципальную здание начальной школы на 100 мест на улице Майской, Центр образования Академии детства. Информацию по этому вопросу представила Екатерина Сопрыкина. Ее кандидатуру здесь же единогласно согласовали для назначения на должность замглавы администрации начальника департамента имущественных и земельных отношений. Начальником управления по делам ГУЧС назначили Алексея Олейникова. На 18 июля Совет запланировал публичные слушания о внесении изменений в устав округа. Не возникло разногласий по утверждению списка лучших коллективов, работников и общественников для занесения на доску почета. Также депутаты утвердили Общественный совет, который оценит претендентов на звание «Почетный гражданин Старооскольского округа». Затем в работе объявили перерыв, чтобы перейти в Большой зал театра. Там прошла вторая, основная часть заседания – отчет главы. На экране запустили ролик о взаимодействии старооскольцев с местной властью. Население управляет округом, оперативно рассказывая о недочетах в соцсетях. Мир меняется. Меняемся и мы. Решаем проблемы на лету. В диалоге. Все вместе. Андрей Чесноков вышел из темноты и сразу начал отчет. Каждый блок с видеосопровождением. Динамично, современно, доходчиво делились впечатлениями в зале. Глава тем временем говорил про «здесь и сейчас», про то, что старооскольцам нравится жить в моменте и делать эти моменты лучше. А власть стала ближе и внимательней, отзывчивей. Растет осознанность. Каждый хочет эффективно управлять своей жизнью. Мы реагируем на этот запрос. Именно поэтому создали муниципальный центр управления. За год было обработано более 19 тысяч обращений, зафиксированных системой инцидент-менеджмент. Если раньше ждать приема главы надо было неделями, то сегодня возможности у жителя в его руках. Буквально. В прошлом январе через соцсети поступило 790 обращений. То уже в декабре мы увидели динамику в 2500. Сегодня в округе более 252 тысяч населения. Естественная убыль уменьшилась почти на тысячу и составила 1548 человек. Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям в 2022 достигла 55 тысяч рублей. Создано 1072 новых рабочих места, а уровень безработицы снизился на 28%. Много сделано для привлечения медиков. За год им приобрели 20 квартир. Десяти врачам предоставили служебное жилье. 62-м компенсировали аренду квартир. 13 медработников получили единовременные выплаты на общую сумму в 6,5 миллионов рублей. В результате в окружную больницу пришло 65 новых специалистов. В детскую – 17. По словам главы, на строительстве социально-культурных объектов в прошлом году освоили 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Это детские сады, фоки, школы, спортплощадки. По нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировали более 18 километров магистралей. А благодаря региональной и муниципальной программам еще почти 38. Одной из важнейших задач Андрей Чесноков назвал обеспечение жителей округа чистой водой и развитие инженерной коммунальной инфраструктуры. Ремонтировали сети холодного водоснабжения и водоотведения. Выполнили первый этап реконструкции очистных сооружений. На этом направлении было представлено более 185 миллионов рублей. Отремонтировано 3,5 километра турбопроводов и 17 объектов холодного водоснабжения. В том числе 2 километра водопроводов в Городище и Монакова. А также 1,5 километра в Черте-Стар-Восково. Один из блоков Андрей Чесноков посвятил промышленности и экономике. В округе зарегистрировано 9247 субъектов малого и среднего предпринимательства, 9000 самозанятых. Всего в данном секторе экономики занято более 30 тысяч человек. В заключении 30-минутного отчета речь пошла об СВО. «Мы не ко всему были готовы, но совсем справились», – считает глава. 730 жителей территории мобилизованы, еще 250 ушли на фронт по контракту. Тысячи людей, вынужденно покинувших родные дома ВЛНР, ДНР и Белгородской области, нашли приют в нашем городе. В округе сформирован батальон террабороны «Кобра». 20 тысяч молодых людей стали волонтерами акции «Мы вместе» и помогают военным и их семьям, людям, проживающим в ПВР. В школах установлены парты героев в честь участников СВО. А на зданиях учебных учреждений разместились семь мемориальных досок в память о погибших героях. С большой гордостью мы встречаем староскольцев, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Они – наши герои. Время проверяет нас на прочность, а трудности закаляют. Но мы вместе с жителями создаем город будущего. Мы любим свое дело. Мы служим людям. Депутатский корпус единогласно принял отчет. Вопросов к Андрею Чеснокову не возникло. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Около 10 сюжетов, связанных с фондом поколения Андрея Скоча, каждый месяц выходит на 9 канале. Помощь больным детям, ветеранам, многодетным, инвалидам, поддержка военно-спортивных клубов и медиков, восстановление памятников советским воинам, стипендии студентам, строительство детских площадок, ФАПов, открытие медцентров. В инфоповодах недостатка нет. Помощь Андрея Скоча региону исчисляется годами, миллиардами рублей, тысячами спасенных жизней. И почти о каждом случае рассказывают журналисты Белгородской области. Лучших из них фонд поколения отметил специальными премиями. Дорогие друзья, я вот еще раз благодарю вас за нашу совместную с вами работу, потому что это действительно очень важный и сложный путь, который мы вместе с вами прошли. Это путь, который, наверное, не измеряется какими-то километрами, килограммами, тоннами, но этот путь, он, наверное, все-таки проходит через душу каждого сидящего в этом зале. Печатные СМИ, телевидения, сетевые издания. Фонд отметил 60 журналистов региона. Первыми на сцену пригласили сотрудников телекомпании «Девятый канал». Все, что мы делаем, невозможно было бы без вас. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что остаетесь верными в своей профессии. Спасибо за то, что остаетесь верными друзьями. Поэтому молодцы. Спасибо вам большое. День рождения отмечает служба ГАИ. Сегодня 87-я годовщина со дня образования в нашей стране госавтоинспекции. В Старомосколе в штате отдела 72 человека. На охрану правопорядка ежедневно заступают 6 нарядов, 3 в день и 3 в ночь. Личный состав поздравил начальник полиции Алексей Нестеров. В этот замечательный день я хочу вам сказать спасибо за тот труд, который вы ежедневно выполняете на благо нашего Староскольского городского округа Белгородской области, выполняя задачи, поставленные президентом Российской Федерации, правительством и министром внутренних дел по обеспечению правопорядка и безопасности дорожного движения. Ура! Ура! Ветеранов и сотрудников ГАИ в праздничный день отметили ведомственными почетными грамотами и благодарственными письмами, памятными подарками. С музыкальным поздравлением к личному составу обратился коллектив «Акро». В гармонии с природой в Центре народных промыслов открылась новая выставка. Представлено более 250 предметов из природных материалов. Соломка, лоза, дерево, керамика. На открытие заглянула наша съемочная группа. Резьба, роспись, лозы и корни плетения, гончарство, ткачество. Работы предоставили два десятка мастеров из Курска, Губкина и Старого Оскола. Николай Рожнов превращает корни деревьев в персонажей сюжеты. В умелых руках Оксаны Рощупкиной из бесформенного комка глины получается весенняя композиция. Завораживает керамика Владимира Мельникова. На интерьерные блюда он поселил райских птиц. Сегодня у нас открылась выставка в гармонии с природой. Здесь у нас представлено более 250 экспонатов. Выполнены из дерева, из глины, то бишь керамика. Мне очень нравится панно Мельникова Владимира. Он мастер нашего центра. На этих керамических панно представлены различные рисунки, связанные с мифологией нашей русской. Также мы видим различные экспонаты, выполненные в текстильной технике. Тут у нас панно, коврики, мулине. Наша выставка работает до 4 августа. С 9 до 6 мы ждем гостей. Каждый день, всю неделю. Первыми выставку увидели дети. Большинство сами занимаются в разных творческих кружках. Некоторые экспонаты вызвали удивление и восторг. Городок-ночник впечатлил и Коршиковых Милану с Арсением. Замечательно. Мне понравилось, как мастера лепят из глины. Я думаю, вот почему она так и называется – волшебная глина. А тебе что понравилось? Мне понравились изделия, которые дома светятся. Вика Кожевникова сама немножко мастерится, поэтому знает, как непросто сделать что-то красивое своими руками. Я раньше ходила на рукоделие, шила из фетра. Еще хожу на гончательство и на лепку игрушек. Что тебе нравится здесь? Тут очень много чего интересного и очень классно. А что тебе больше всего понравилось? Мне? Ну, те композиции, которые из глазури. И мне захотелось сделать что-то похожее. Чтобы стать мастером, нужно много времени и долго-долго учиться. Пробуют себя мастера центра не только в народном творчестве. Тем более, руководителю Инне Белых настоящие, а не вызывающие недоумения современное искусство близко. Первая работа, напоминающая то ли космос, то ли антураж компьютерной игры, то ли морские анимоны, уже украсила фойе. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. Второй финал выше юниор Лиги КВН прошел в нашем городе. Команда из Старого Оскола, Белгорода, Красненского, Карачанского и Белгородского районов боролись за звание чемпионов и поездку в Анапу на Международный детский фестиваль КВН. На сцене Академии знаний имени Шевченко встретились шесть команд. Приветствие, музыкальный биатлон и сказка. Оригинальный юмор и остроумие – 90 участников. Команда «Золотой запас» Красненского района главной темой для шуток выбрала жизнь в самом дальнем селе Белгородской области – в Горках. Тематика нашего выступления – как раз приветствие, как мы рассказываем про свою команду, что мы там шутим про то, что у нас в Горках есть один магазин «Надежда». И если он закроется, то все, нет «Надежды» у Горок. Мы ждем, скорее всего, больше победы. Мы надеемся на победу. Ну а там как получится. Два часа юмора пролетели. Некоторые участники на сцене уже не впервые. Команда «Киндер-сюрприз» и «Старого оскола» в прошлом году стала чемпионом сезона и представляла нашу область на международном детском фестивале КВН в Анапе. В этом году юмористы настроены не менее серьезно. Победы. И Анапа. Но самое главное – еще хороших эмоций повеселиться. Саша, победы. Мы сборная города «Старый оскол». У нас очень разношерстный состав, очень разные ребята. Вот, допустим, есть маленький мальчик наш, есть ребята, которые закончили девятый класс. И прямо сейчас очень много поколений «Киндеров» даже пришли посмотреть сегодняшнюю группу «Болеть за нас». И поддержать нас, да. Да. Зал полностью заполнен. Команда поддержки в полной боевой готовности. Кричалки, плакаты, флажки. Мы пришли болеть за команду Старо-скольского городского в роге «Киндер и сюрприз». Я первый раз вообще в роли болельщика, потому что в большинстве я выступаю на сцене, а сегодня я пришла в абсолютно забываемые эмоции от игры других команд. Юниоры Лига КВН – это возможность поучаствовать в масштабном проекте и даже оказаться в телепроекте «КВН-дети». То есть, по факту мы сделали такую историю, что вот сегодня, например, играет команда из села Горки, это Красненский район. То есть, это команда из маленькой школы, там, по-моему, что-то около ста детей всего учится. Ну, то есть, очень-очень маленькая команда. Вот представьте, она имеет сегодня шанс победить и поехать на всероссийский этап. То есть, соревноваться с крутыми командами со всей России. Поэтому, мне кажется, это очень классно и круто. Жюри судило справедливо и вдумчиво. Третье место присудили команде «Разумное решение» из Разуминской среднеобразовательной школы номер один. Второе дали острым козырекам среднеобразовательная школа номер пять города Белгород. А чемпионом областной высшей юниор-лиги КВН стала команда «Поплавок» из села Попово Карачанского района. Лилия Емельянова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. По статистике, в странах Запада пик рождаемости приходится на сентябрь. У нас в 50-е и 70-е годы максимальное количество малышей появлялось в январе. Но в последнее время титул самого плодовитого перешел к июлю. Впрочем, для большинства этот месяц ассоциируется не с демографией, а с отдыхом. Погода такая, что загореть можно, не уезжая на юг. Тем более, там сейчас почти каждый день дожди. А в Старомосколе и Губкине 4 июля сухо. Днем 26-27, выше 0, ночью 15-19. ОФ-индекс 7 единиц. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Давление 749-750 миллиметров. Магнитное поле спокойное. Сегодня-завтра полнолуние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова